16 ноября сборная Беларуси по футболу досадно проиграла матч пятого тура группового этапа Лиги Наций сборной Северной Ирландии 2-0. Мы предупреждали, что нашим проигрывать было нельзя, но белорусы таки проиграли. Мы предупреждали, что постоянная игра команды на ничью выйдет нам боком, и ничейки таки вышли боком. Уже перед пятым туром Белые Крылья закономерно потеряли первое место, а поражение от зелено-белой армии Майкла О'Нила и параллельная победа сборной Болгарии над Люксембургом отбросили их на некомфортную третью строчку в группе. Надеяться на последний матч группового турнира могут позволить себе или очень сильные сборные, которые играют в сильном окружении, или лузеры, которые верят в чудо и не хотят смириться с реальностью. Северную Ирландию, Болгарию и Люксембург к сильным соперникам отнести нельзя, так что надо было просто играть, выигрывать и не оставлять все напоследок. А напоследок нам достался гостевой матч со злыми, разыгравшимися и почувствовавшими свой шанс болгарами. А теперь о том, почему мы проиграли, почему мы не должны были этого делать, как правильно тренировать белорусскую сборную и что дальше. Коротко и по сути. Подписывайтесь и не переключайтесь. Это белорусский футбол, детка! На перот, хлопцы! Итак, третья группа Лиги С розыгрыша Лиги Наций. Шестой и последний тур группового турнира. У Северной Ирландии 8 очков, у Болгарии тоже 8 очков, но хуже разница забитых и пропущенных. У Беларуси 6, у Люксембурга 2 очка. Северо-ирландцы играют с люксембуржцами. Мы с болгарами, первое место нам не светит, но есть шанс на второе и плей-офф в случае победы. Но нужна победа и только победа. О победе говорил главный тренер сборной Карлос Феррер. На победу настраивались игроки команды. В принципе, задача решаемая. Болгария на 82-й строчке в рейтинге FIFA. В Лиге Наций забивает мало, за 5 матчей всего 2 гола. Пропускает много. 6 голов вдвое больше нас. На игре не будет основного форварда Кирилла Десподова. А у нас все в строю, все заряжены, назад дороги нет. Даешь Болгарию! Были, конечно, и трезвые возражения. Болгарские львы за последние 12 матчей проиграли только один раз. В Лиге Наций потерпели только одно поражение от Северной Ирландии. В гостях 5-0. В остальных играх турнира прошли без поражений. Ни одной осечки в домашних встречах. Но все равно Болгарию воспринимали как проходимого соперника. И вышли белорусы на стадион Васил Левский. И развернули свои мощные белые крылья. И вздохнули широкой грудью. И получили банку уже на седьмой минуте. Ее не засчитали. Но на 12-й Болгары повторили. Все планы Феррера, естественно, пошли прахом. А опытный стартовый состав играл, как будто первый раз увидел поле. Бегал вяло, оборонялся хаотично и плохо. Лопоухов метался, центр не работал, вингеры не успевали. Схема 3-4-2-1 с чистым форвардом не работала. Шиковку надежно отрезали от мяча. И он большую часть времени просто смотрел футбол. В створ ворот Болгар за первый тайм белорусы попали всего один раз. Нашим надо отдать должное. В последние 10 минут первой половины игры команда сумела выровняться, стабилизировала оборону, начала прессинговать. А во втором неплохо сработали замены. Белорусы перехватили преимущества, развалили игру болгарам, сами трижды опасно атаковали. На 70-й минуте забили ответный гол и даже устроили финальный навал на ворота соперника в последние минуты игры. Кто мешал так играть с первых минут матча и не допустить провала на старте? Странный вопрос. Мы же всегда так играем. Во все времена, в любых составах и при любых тренерах. Это фирменный скилл. Сначала создать проблему, раздуть ее до масштабов слона, а затем мужественно решать ее. Но так, чтобы чуть-чуть не хватило времени, сил и сантиметров. По ходу имеем 1-1. 7 очков, 3 забитых и 4 пропущенных гола в 6 матчах. И увы, только третье место в турнирной таблице, которая лишает нас плей-офф. Опять там не додумали, тут не доработали, здесь не дожали. Может оно и к лучшему. В следующей стыковой стадии Лиги нации соперники будут сильнее. И там нам точно ничего не светит с такой игрой. Теперь белорусская сборная может спокойно отправляться на зимние каникулы. А на весну сама искать себе занятия и готовиться к мартовскому отбору к чемпионату мира 26-го года. Что, когда и с кем придется играть, станет понятно после жеребьевки отборочного турнира 13 декабря. Тренировать белорусов пока продолжит Карлос Ферер. Наша федерация футбола продлила с ним контракт аж до ноября 26-го года. Это и хорошо, и плохо. Почему хорошо? С испанским тренером команда провела 16 матчей, в которых 3 выиграла, 8 сыграла в ничью и 5 проиграла. Это пока не очень выдающиеся показатели. Но всего за полтора сезона национальная команда получила более-менее адекватную структуру и тактику игры, научилась мало пропускать, не сливать игры кому попало и сыграла свою первую беспроигрышную 7-матчевую серию. Увы, Фереру досталось полностью разваленное хозяйство и футболисты, не имеющие серьезного опыта игр на международном уровне и участие во взрослых европейских клубах. Кроме того, оборона возрастная и не очень качественная. Нет высококлассных хавбеков и забивных нападающих. И взять их негде. Испанец вынужден работать с тем, что есть, и результаты этой работы в целом ощутимы. Но нужно время, много времени, и Федерация футбола его Фереру дала. Контракт с ним продлен до ноября 26-го года. Мы удивлены. Наконец-то первое разумное решение от наших футбольных чиновников. Почему при этом все плохо? Потому что из имеющегося, не звездного материала слепить успешную сборную можно только в одном случае. Это должна быть строго тренерская сборная с мощной физухой, которая как по нотам играет в тренерские установки. Шаг в шаг. Но Федерация прокатила комплексный план Ферера по организации подготовки детской, юношеской и первой сборных. Из-за чего тренер плюнул, отказался от идеи переформатирования команды и пошел по стандартному пути предыдущих тренеров сборной Беларуси. То есть начал просто тасовать игровые схемы и состав игроков в надежде подобрать ключ к замку. То есть он не строит тренерскую команду, а подстраивается под имеющуюся. А вдруг сработает? Опыт уволенных ранее тренеров сборной показывает. Не сработает. Кроме того, Ферер так и не смог навести порядок в головах белорусских сборников и вбить им мышление победителей. На такой титанический труд способен только ментально сильный, опытный и пластичный тренер. Но испанец или таковым не является, или не понимает, что белорусские футболисты в Академию Барселоны не ходили, наглядного опыта не имеют, хороших учителей не видели, на славной истории не воспитаны и зарплатой не избалованы. Тут опять нужно время и нестандартные методы перевоспитания. На сегодня же сборники выглядят неубедительно, в свои силы не верят, тренера не уважают, работать на победу не готовы. Поэтому на поле они регулярно недорабатывают, недобегивают, недопопадают, стабильно проваливаются, паникуют, ломают тренерские установки, порют дичь и жуть, бросают играть и просто отбывают на поле время. Еще раз, первую половину гостевого матча с Болгарией мы полностью провалили сами, что сами подтвердили во втором тайме, где непобедимые болгары оказались слабоватыми, проблемными, не могли с нами ничего сделать и явно сели в свою штрафную. Если бы сборная Беларуси провела так весь матч, не было бы раннего гола в ворота Лопоухова, и результат мог бы быть в нашу пользу. Но по пустым глазам сборников не было заметно, что они понимают свою задачу и готовы пахать на нее. Самое печальное, что похоже и сам Ферер свою задачу уже понимает плохо, а пути ее решения не видит. Его ресурсы ограничены, возможности ограничены, полномочия тоже ограничены. Как добиться результата от плохо управляемой команды, которая из матча в матч ломает тренерскую установку и допускает одни и те же ошибки? Как вывести ее на новый уровень, если главная проблема не на поле, а в головах и в общей системе подготовки? Чуть улучшить и стабилизировать игру? Да, он может, но это даст только временный результат. Старые болячки белорусского футбола слишком глубоко въелись под кожу сборной. Косметикой их можно только прикрыть, но вылечить нельзя. Для лечения нужен десяток хороших, понимающих дело Ферерров, которых у нас нет. Поэтому мы не будем строить надежд на быстрый прогресс наших белых крыльев и решающий прорыв сборной в отборочном цикле к чемпионату мира. Мы будем ждать лучших времен. А у нас пока все на этом. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите в колокол. Скоро продолжим. Ютуб, Родный футбол, Беларусь.